Всем привет! Меня зовут Илья Бунин. Углубился я тут в очередную российскую комедию, и чудо, как вы понимаете, не произошло. Несмотря на то, что сюжет строится вокруг порноиндустрии, Глубже это не сиська-пердильная комедия, да и вообще это никакая не комедия. Это скорее такая постмодернистская мешанина жанра, в которую кладет болт на правила и пытается делать ставку на социально-политическую сатиру. Ключевое слово – пытается. И знаете, выглядит это настолько жалко, что фильм разочаровывает похлеще типичных российских говнокомедий. Но рассказать о ней я захотел не поэтому, а потому что меня разочаровал подход автора к сатире. Человек замахнулся по-орловски и тут же обосрался от страха, когда дело дошло до высмеивания власти или, боже упаси, Путина. О, подарок? Мне? Какая упаковочка. А что внутри? Костюм? Ой, какой приятный материал. Сейчас примерю. Да еще и с принтом бегущего по лезвию. Этот подарок я сделал себе сам с помощью Всемайки.ру. У них есть для этого не только вещи, но и упаковочная бумага и даже открытка. Я их даже подписал. Новый год не за горами, и лучше заранее позаботиться о подарках для себя и близких. А на Всемайки.ру можно их подобрать. У них есть много стильной одежды с принтами на любую тему. А еще есть аксессуары, сумки, маски, шапки и много товаров для дома. Шторки для ванной, пледы, подушки. Компания Всемайки.ру российская, со своим производством в Подмосковье. У них все сделано с душой. Переходите по ссылке в описании и используйте мой промокод на скидку 15%. Единаличным автором фильма стал Михаил Сигал. Он числится режиссером, сценаристом и даже монтажером фильма. Если верить открытым источникам, это целый человек-оркестр. Сценарист, режиссер, композитор, писатель, продюсер, монтажер и клипмейкер. Тем не менее, широкому зрителю он почти не знаком. Среди полнометражных работ относительно известной стала только лента «Рассказы». В одном из интервью режиссер сказал, что не видит смысла снимать кино, если это не комедия. Но, как я уже сказал, назвать его новый фильм комедией – это лукавство. В центре сюжета у нас тот идейный театральный режиссер по имени Роман, которого выгоняют из театра за излишнее рвение. С голодухи он соглашается подхалтурить на съемках порнухи и решает углубить местную драматургию. Да? И тогда я спрашиваю, что у тебя течет? Это, получается, невинность утекает. Собственно, идея эта не нова. Даже в России 90-х уже был свой фильм про режиссера, вынужденного снимать порно с Блэк Джеком и Ларисой Гузеевой. Мне тоже дома скучно. Очень. Но как-то я нахожу возможность развлечь себя и своих близких. Сразу стоит отметить, что в фильме Сигала секс на камеру и сопутствующие деликатные темы не являются объектом комедии. Все промо-материалы создают вокруг фильма иллюзию того, что это будет легкая комедия с цензурной порнушкой, на которую можно сходить с друзьями и погыгыкать под пивко. Не верьте в это. На деле это чисто маркетинговый шаг, чтобы затащить в кино хоть кого-нибудь. Да, первые полчаса фильм действительно притворяется неуклюжей и гротескной комедией. Уволенный Роман питается грибами из леса, собирает бутылки и подпитывает свой дух чтением Чехова. Вскоре бывший однокурсник просит подменить его на съемках горячего видео и оголодавший герой соглашается. Он заставляет обалдевших порно-актеров серьезно погружаться в своих героев, что рождает комичные ситуации. Вы расстаете с невинностью. И слезы поступают откуда-то изнутри, прямо из живота, как в самые отчаянные моменты жизни. Я могу вспомнить, как кошка умерла. Конечно, вспомните, как кошка умерла. Собственно, из подобных сцен и смонтирован весь трейлер, который описывает лишь первые полчаса фильма. Ну а дальше начинается то, ради чего все это затевалось. Русская глубокая порно обретает всемирную популярность. На романа выходят люди самого президента и предлагают ему применить свои таланты на благо государства, то бишь сделать публичную еблю частью государственной доктрины. Но идея сама по себе, сама по себе идея правильная и должна быть поддержана. Спустя 40 минут после начала фильма, смех в зале сменяется на гробовую тишину. Знаете, во время просмотра я оглядывался на вытянутые лица людей и отчетливо видел, что они вообще не выкупают, что там на экране происходит и зачем они это смотрят. Комедия про сиськи и письки внезапно оборачивается социально-политической сатирой, которая робко пытается обнажить самые неприглядные язвы нашей страны и общества. Порнуха здесь вовсе не для того, чтобы вам было смешно. И уж точно не ради сочных кадров их тут просто нет. В здешних постельных сценах вы найдете самые гротескные порноштампы, но при этом не увидите ни одного обнаженного соска. Порнографию автор применяет как метафору на весь российский звездец в целом и в частности, что на первый взгляд довольно смело. Что у тебя течет? Все течет. Фильм прямым текстом срывает покровы с нашей современной культуры. По мнению автора, за последние сто лет она не дала миру ничего, кроме порнухи. Порнографией роман обзывает постановки своего конкурента, который выдавил его со сцены и превратил театр в цирк с конями. С театралами в частности и с деятелями культуры в целом Сигал вообще не церемонится. Их постыдная продажность, конъюнктурность и готовность принимать любую нормальность, которую навязывает власть, высмеивается откровенно и даже примитивно. Например, в повествовании специально водится актриса-шлюха, которая весь фильм спит с каждым встречным. Достается и телевизионщикам в лице Киселева, и даже Павлу Дурову. В фильме есть персонаж, который сотрудничал с ФСБ, лишился того самого бизнеса, потом решил уйти в порно-бизнес, а затем и мессенджером заняться. Когда Пашин мессенджер ФСБ отжал, у него была очень сильная депрессия. Главный герой и сам проходит стандартный путь успешного российского творца. От принципиального, но бедного человека искусства до продажного ренегата, который по указке чиновника готов вставить порно-спектакль в главном, как он его тут назвал, театре страны. Ну, прям чистый Эрик Артур Блэр. В последний момент роман осознает, что порнуха на сцене театра это все-таки как-то не очень. Режиссер пытается дать задний ход, но местный министр культуры в лице Верника доходчиво ему объясняет, что выйти из этой системы можно только вперед ногами. Здесь у вас может возникнуть резонный вопрос. Че-то я докопался до фильма, если все так. У нас ведь реально совершенно больное общество, прогнившие институты, полное отсутствие свободы мысли и острый дефицит людей, которые хотя бы на уровне сатиры помогли бы обществу отрефлексировать накопившиеся проблемы. Да, все так. Проблема Сигала его творения в том, что они сами являются частью той системы, на которую замахнулись. Замахнулись, а потом решительно дернули ручник и стали ронять кирпичи. Фильм поливает открытой и даже грубоватой сатирой лишь подчиненные системе слои общества, тех, кто прогнулся, театралов, киношников, телевизионщиков и нас с вами, простых обывателей, которые десятилетиями жрут отборное говно и даже не задумываются. Но когда дело доходит до архитекторов и бенефициаров данной системы, сатира резко обрастает тремя слоями какой-то завуалированной шелухи и становится поразительно похожа на речи Путина. В общем, понимаете, за что. Все углы старательно сглаживаются. Если Бурунов явно косплеит Киселева, то чиновники в фильме подчеркнуто дистанцируются от любых реальных личностей. Когда в дело вступает президент, фильм становится совершенно жалким и беззубым. Но серьезно, Сигал пытается изобличить нашу совершенно оторванную от реальности верхушку, для которой пропагандоны и прочая обслуга старательно создают альтернативную вселенную. И как это пытается показать режиссер? Президент в белоснежных штанишках, в кашемировом свитере, стреляет уток, а потом садится пить чай за стол, сервированный по первому классу прямо в лесу. Вы, блин, издеваетесь. Да те же телевизионщики, которых вы стебете, снимают куда более смешные комедии и злободневную сатиру. Возьмите вон подборку сюжетов с Путиным. То он трассу инспектирует на желтой калине, то пожары тушит на самолете, то в батискафе погружается, то древние амфоры найдет на дне Черного моря, то Печенегов недобрым словом вспомнит. Есть даже специально юмористическая рубрика, где царь на регулярной основе блещет своими искрометными шутками. Много всяких анекдотов можно привести на этот счет. Как бы не действовать во время первой брачной ночи, результат должен быть один и тот же, понимаете? А как вам самая хитовая шутка этого года? Объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. И вот на фоне этого сюрреализма, встроенного в нашу реальность, Сигал пытается высмеивать президента через постановочное чаепитие в лесу. Вы меня, конечно, извините, но это трудно назвать сатирой. Автор открыто сравнивает нашу творческую элиту с давалками, троллит системную обслугу и простых людей, а затем старательно обеими ладошками сглаживает углы там, где должна быть самая острая сатира. Когда речь заходит о самой системе и её создателях, Сигал внезапно поджимает хвост, вуалирует любое высказывание в три слоя, избегает внешнего сходства, отказывается от любых намёков на реальность и тщательно подбирает выражения. И это полностью обесценивает фильм. Дело в том, что подавляющая масса людей, которую получится заманить в кинозалы легкомысленным трейлером, не поймёт в этой мешанине абсолютно ничего. Ну а в глазах людей, способных сходу считать все эти отсылки к Чехову, Оруэлу и тройную постиронию фильм выглядит скорее с жалким лицемерием, чем с сатирой. А теперь почувствуйте своего внутреннего Владимира. Кстати, о тройной постиронии. В фильме, который вроде как изобличает продажную элиту, на роль главного пропагандиста позвали Бурунова, человека, который зашкварился дальше некуда с этой рекламой про гея на передержке. Если он никого не найдёт себе в пару, тогда тебе придётся с ним быть. Закон есть закон. Попробуйте угадать, кого троллит автор. Киселёва, Бурунова, зрителей или всех вместе взятых, включая себя самого. Режиссёр как бы кричит, перестаньте врать и говорите правду. Даже бутылочку водки с ироничным названием «Слеза России» поставил по центру кадра. Только вот отчёт толку, когда ты сам, как автор, внятно не можешь сказать и точно так же мямлишь. А знаете, кто сыграл местного министра культуры? Игорь? Вернику, блять! Видимо, позвали специально для Женьки Бэткомедиана. Местную порнозвезду сыграла Любовь Аксёнова. И, пожалуй, среди ведущих актёров она выдаёт наиболее убедительную игру. Ну а в главной роли у нас тут Александр Паль, который стал братюней всем русским пацанам после фильма «Горько». От души, братан! Если хотите, чтобы в вашем фильме снялся Александр Паль, не забудьте добавить к названию восклицательный знак. Не могу сказать, что Паль хорош, как тот же Сергей Бодров, с которым его теперь почему-то принято сравнивать, но и не отталкивает. В контексте произведения игра ведущих актёров не столь режет глаз, как беззубый рот российской сатиры. Что важно в сексе? Да. Бабушка, что ты меня перебиваешь? Я не перебиваю, я поддачиваю. Знаете, по итогу фильм оставляет удручающее впечатление. Да, его нельзя равнять с конченным говном, которое рекой льётся из фонда кино. Да, здесь есть жёсткий стёб театралов и творческой элиты в целом, есть многоуровневая постирония и замашки на чеховщину. Местами присутствуют реально смешные шутки, которые очень точно высмеивают какие-то явления нашей повседневности. Например, новояз и двоемыслие, которое насаждается зомбоящиком. Проблема в том, что в своей попытке устроить срыв покровов с действующей системы, режиссёр сам остаётся её частью. Теперь понятно, кто в стране главный. Сигал не может или не хочет выйти за её пределы и взглянуть на систему сверху, поэтому продолжает испытывать её давление внутри собственного фильма. Таким образом, его лента превращается в печальную рекурсию. Фильм пытается изобличать систему, но не может, потому что сам является типичным продуктом этой системы. Режиссёр будто бы расписывается в собственном бессилии и присоединяется к стройным рядам своих бесхребетных коллег, которых он так хлёстко равняет с представительницами древнейшей профессии. Он открыл рот без зубой сатиры и попытался укусить, пососавши. Сказал А, но не говорит Б. Он замахнулся, но ударить так и не решился. Короче говоря, фильм интересен разве что как мутное зеркало всеобъемлющей российской безнадёги. Да и на этом зеркале где надо вклеили чёрные квадратики, а то как бы чего не вышло. Не глубже, а мельче, поверхностнее. Скорее, так фильм должен называться. Моя главная претензия к автору, но если ты так сильно хлещешь по щекам продажных колеек искусства, театралов, показываешь, какие они все конъюнктурные, беспринципные, готовые по указке жопу продать и сделать всё, что угодно, даже на сцене святого театра потрахаться, то что же ты так сильно срёшь в штаны и не можешь комично и уверенно изобличить верхушку президента, что же ты не можешь выстепать режим, ты вообще ничего не можешь, но при этом с говном мешаешь коллег, разве это не лицемерие? Где сатира, о которой вы говорите в своих интервью? Ребята, извините за нотку негатива в конце, правда, разочарование какое-то сплошное. Ну а пока я готовлю следующий выпуск, гляньте предыдущие по ссылочкам и спасибо за доверие. До скорого. Пока. Не в силах докормить голодной массы Никсон закрутил гайки. В эпоху кризиса я полагаюсь на питатель, то есть на влиятельное большинство. Питательное большинство.